всем привет добро пожаловать на мой канал сегодня новый хобби влог кому интересно оставайтесь со мной и приятного вам просмотра ну в общем то февраль получается как последний месяц зимы а я только достала раскраску зимние забавы мне ее подарили в том году точнее к прошлому к прошлым новогодним праздником в декабре вот дарила мне июня спасибо огромное ну и в принципе замечательная раскраска она мне понравилась и я ее начала тоже в том году на прошлые новогодние праздники точнее сказать вот эту делала иллюстрацию вроде как больше ничего здесь я не раскрашивала ну и я думаю что можно идти по порядку я не знаю почему я просто вот в декабре в этом декабре я они не вспомнила об этой раскраски в январе уже вспомнила но как-то вот и не знаю почему а почему то вспомнить вспомнила взять не взяла я думаю что по раскрашиваю как раз учитывая то что здесь у меня на фоне сухая пастель и здесь у меня такая нежная петербургская ну и в принципе тут карандаш и насколько вот это по моему полихрома со вообще то здесь я тоже буду раскрашивать карандашами возьму браубер хотя вроде в этот раз брут фунеры я достала они поближе лежат можно было бы по раскрашивать в принципе же и те и другие хорошие но буду раскрашивать этими еще возьму один серый из которые невская палитра сейчас я только на каком-то листочки вспомню какой из них попробую какой из них темней ну ясное дело вот этот вот про обер потемней значит основным будет вот этот ну и приступлю не раскраска правда очень хорошая то есть она у меня вот так не заполнена только одна иллюстрация это чисто вот из-за того что как-то я про нее подзабыла вообще они точнее ладно какие-то раскраски подходят концу но какие-то еще новенькие хотя в принципе у меня до в основном вот зимних раскрасок так вот чтобы какая-то подходила концу даже нет только если они там по временам года идут например тогда да вот мир вокруг нас по номерам там по моему зимних уже либо не осталось либо мало но я не спешу ее заканчивать потому что по факту хоть вот она детская да там мир вокруг нас но мне кажется что аналогов каких-то но я по крайней мере не встречала мне кажется она одна из лучших вообще раскрасок по наполнению в связи с тем что там очень такие добрые с детства иллюстрации и я вот реально похожих по-настоящему похожих раскрасок не видела в том числе даже вот среди иностранных потому что иначе я бы конечно приобрела и я даже думаю что когда у меня мир вокруг нас закончится возможно я ее повторю но наверное тогда уже повторю в двойном экземпляре и сделаю из нее односторонним ну вот мне так кажется и мне не надоест потому что она поднимает настроение она и настроение поднимает и где-то успокаивает в общем а здесь я даже задумалась эту или эту раскрашивать но решила пока вот эту уже по порядку ну здесь можно пройтись будет еще блендером конечно наверное вообще в идеале акварель а потом карандаши ну я не хочу там ничего полить хотя на самом деле я думаю что здесь вот бумага она такая белая гладкая в принципе приличные офисные я бы сказала вряд ли там что-то произойдет особенно если воду как бы не лить слишком сильно но не буду рисковать не хочется портить вот вроде тоже до простые иллюстрации а вот классные очень классные за их не знаю какого цвета сделаю пока сейчас вот со слоном разберусь и тогда посмотрю до блендеру здесь точно быть и сейчас я заточу этот карандаш классно он заточился так я пожалуй потом буду еще повторять тоже поштучно белые ночи не акварельные обязательно ну тоже как вот вот те то те же самые цвета то есть вот этот вот серый 20 ой 91 может быть кстати обращу внимание и на 2 там помпа светлее оттенок возможно и на него обращу внимание потом повторю эту охру красный повторю можно с одной стороны даже в ближайшее время это сделать потому что у меня там много бонусов и что по ней все равно сгорят поэтому лучше воспользоваться но с другой стороны будут у меня еще бонусы я вообще как бы их не жалею потому что у меня в приложении один плюс город один плюс у меня там тоже бонусы их можно обменивать как раз таки на бонусы в красный карандаш так что я не сильно как-то за это переживаю плюс на день рождения будут бонусы в марте поэтому сейчас нет необходимости их он еще достаточно но я к тому что в целом буду некоторые оттенки повторять но не все только те которые мне нужны именно вот не акварельные потому что те мне не нравится по качеству и в размытии я вообще их не поняла и по жесткости я все-таки люблю мягкие карандаши и еще привыкла что акварельные карандаши они тоже мягкие а там мне как-то недостаточно этого поэтому вот то что несколько у меня было на пробу но они как бы так и есть и даже иногда я ими пользуюсь вместе вот с такими не акварельными ну вот кстати фон я даже какой бы здесь сделать фон пока я даже не вижу этот фон не ну наверно тоже не на всю страничку скорее всего вообще мне нравится процесс да тут конечно смотрите какая милота моська такая смешная прелесть вообще да не здесь вообще милейшие зверюшки не пусть она так это действительно потихонечку раскрашивается и дарит позитив почему бы нет я рада что у меня есть такая раскраска в принципе вот здесь вот особо нет я думаю смысла по многу карандашом проходится блендер всю работу сделает попробую сначала блендер от карандаш если он здесь будет плохо смешивать карандаши то сначала будет каханур потом карандаш потом салфетка ну как всегда как-то так да я взяла блендер от карандаш мне ну как сказать вот он в данном случае конкретные карандаши и на конкретные бумаги он они не не смешивает так как мне нужно хотя некоторые он просто прекрасно смешивает поэтому на помощь мне приходит кахануровский а уже потом вот это для для придания блеска вот он отлично прям и сглаживает и все это хотя вообще вот вот это вот как получилось можно было бы даже оставить в данном случае это неплохо это не портит с другой стороны вот вот так вот вот так вот этому все эти штришки они уберутся я делаю вот так просто немножко сгладить поэтому нормально не она иногда правда что и штрихи к месту прошлась кахануровским блендером и теперь пройдусь блендером от карандаш он придает блеск и хорошо еще что вот но на больших поверхностях удобен потому что если маленькие пространство то я пользуюсь блендером от лира нанесла блендер и теперь в помощь мне бумажная салфетка сразу начинает все блестеть вот такой слоник получился у меня блестящий он еще прям тепленький ну потому что я растирала так что у меня аж руки заболели прям до блеска натерла надо было и с поросятами также ну ладно в общем такой вот у меня слоник теперь буду этих зайцев ну а зайцев наверное можно серый вот этот светлый использовать совсем немножко побольше использовать вот этого и может быть где-то черного и немножко розовенького и будет здорово будут отличные зайки я тут еще обнаружила вроде как получается что хвостик что не закрасила ну и вот такой вот зайка получился сейчас примерно также закрашу остальных зайчишек но я так смотрю может быть в этом месяце кто знает может быть и вот эту раскрашу посмотрим что-то мне понравилось ну да лежит лежит раскраска потом раз и сразу она вот нужно о карандаши захлопнулись к чему бы это ну сюда можно еще если что белый карандаш использовать немножко но может быть и не понадобится зайчишки у меня в процессе раскрашивания ну вот обычно я вот эту мелкотню не люблю красить начата меня и это порадовало сегодня ну и прекрасно хотя как как ни странно я вот я думала я смогу этой ночью спокойненько заснуть нет я заснула 6 часов но правда я так лежала слушала асмр думала усну ну в общем 6 утра когда надо было вставать я вырубилась но 8 где-то 30 встала все таки их очень этих зайчишек тут много я немножко еще и вот эту иллюстрацию натерла чтобы блестела сейчас возьму скорее всего уже тогда петербургскую пастель она понежней все-таки и сама обложка такая нежненькая пусть все здесь будет в пастельных тонах кстати очень может быть что берлинга пастельные карандаши здесь задействую а может быть и где-то даже неплохо пойдет пастельная гуашь это я тут просто с полки поснимала чтобы достать одну из коробочек с пастелью а тут вот у меня как раз всякие вот эти не лишним будет напомнить что это очень плохие карандаши прям из рук он плохие и брать не советую так ну ладно возьму тогда эту она у меня прям наиболее использована ой наверное здесь а здесь все нужные цвета в этой коробке по моему и 72 цветов там же 4 коробочки и здесь прям наиболее подобрались все цвета которые чаще всего пригождаются еще вот когда я покупала просто по моему 18 цветов ну вот она у меня в питере болтается не но это это пастель она довольно яркая при влажном воздухе собственно здесь все так и написано в инструкции когда влажность или когда ее перед этим подержишь там при определенных условиях она довольно таки яркая да конечно все равно не такая как мунго к примеру или может быть какая-то другая просто у меня есть вот такая вот пастель и есть мунго поэтому могу только с этим сравнивать но больше пока я уже не планирую а никакую брать потому что ну для начала мне вообще за глаза хватало этой потом я когда поняла что я хочу делать все таки фон и сухой пастелью и мне что-то нужно еще более яркая да вот я купила на пробу по штучно мунго она меня полностью устроила и вот но это и я как видите тоже пользуюсь когда требуется то есть вот несмотря на то что у меня есть и более яркая я не вижу поводов ругать эту абсолютно абсолютно просто для каждой ситуации свое ну и наверное возьму еще вот такую я бы даже сказала что она сейчас здесь слишком яркая ну камера не передает а как по мне можно было бы и понежнее так вот 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 этот цвет он прям такой нежненький или вообще на меня не угодишь потому что сейчас мне кажется слишком нежно хотя переход очень классный сейчас посмотрим оставлю так или еще немножко добавлю вообще классно вот обожаю вот эту вот разницу между зеркальным блеском и вот этой матовостью шероховатостью обожаю ну еще чуть-чуть пожалуй я цвета все-таки добавлю так что с фокусом или мне показалось что что-то с фокусом не так ну что ж вот в общем то вот так вот получилось такое у меня раскрашивательное утро сегодня в общем то выходной день когда я снимаю данное видео и пожалуй я его буду завершать если видео вам понравилось ставьте лайк подписывайтесь на мой канал заходите в инстаграм 3 семерки рыжая 3 восьмерки а я благодарю вас за просмотр желаю вам здоровья настроение вдохновения уютных раскрашивательных вечеров да и не только вечеров до скорой встречи всем пока пока пока